Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с теми, что вы описали. Мне почти 36 лет, я в разводе, у меня есть сын 9 лет. У меня нет мужчины, хоть я, потому что я много времени потратил на неприходящего мужчину, которому ничего не надо было секретного. Так, вы пишите, что вы в разводе, да? Соответственно, первый важный момент, почему вы развились? Как, почему стал возможен развод, была ли проработана послеродовая травма, да, то есть, после разводной травмы, практически. Значит, то есть, развод – это всегда очень драматичная такая ситуация. Развод – это всегда очень тяжело переживаемая ситуация, которая называется в утравлении, потому что, это ручится в привычном мире человека, это человек, который один и так далее. То есть, развод – всегда это травма. Во-первых, это нужно понять. И теперь необходимо проработать. Проанализировать, понять почему, понять негативных эмоций, увидеть свои ошибки, которые вы допустили при разводе и так далее, почему вы развились, и, в общем, собственно, как вы вели себя со своим мужем. Далее, у меня нет мужчины, здесь вот не очень понятно, потому что я много времени потратил на неподходящего мужчину, которому ничего не надо было серьезного. То есть, это вы уже имеете ввиду после развода, я так понимаю, потому что муж ваш, ну, он как минимум на вас женился. То есть, мне кажется, что это что-то несерьезное, да? Вот. Значит, соответственно, вы зачем затратили время на несерьезного мужчину? Скорее всего, что после развода вы тогда еще не отправились, и, возможно, искали как раз таки то, то, что вам не хватало в браке. Считали и ваша такая вот реакция. Вот, ну, было бы понятно. Опять же, нужно понять, что вы искали, почему вы обратились так много времени на мужчину, который якобы относился к вам несерьезно, да, в чем проявлялся его несерьезность, на что вы надеялись и так далее. Значит, это моя главная проблема, если вы нет женского счастья. Ну, соответственно, понимаете, как? Да, то, что нет женского счастья, это, безусловно, очень плохо. Но, поймите и другую вещь, по крайней мере, постарайтесь понять, что вам желательно быть счастливой, да, вам желательно быть счастливой, ну, скажем так, вне зависимости от того, с мужчиной вы или нет, вам желательно быть счастливой сама с собой, самой собой, понимаете? Вот что важно. А не так, что вы найдете себе мужчину, да, найдете себе его, и он вас сразу сделает счастливой. Это неправильная позиция, на самом деле. Потому что муж, мужчина, он не обязан делать вас счастливой. Это напротив, вы его будете делать счастливым. И он вас будет делать счастливым, но, счастливой, но не в обязательной порядке. Это будет его свободный выбор. И он будет делать это по-своему, не так, как вы хотите. А у вас получается так, что вы прямо-прямо нуждаетесь в том, чтобы вас сделали счастливой. Здесь, соответственно, можно говорить и про то, чего вы хотите от мужчины, и про то, что вообще нужно вам, и про то, какая вы женщина, и так далее. Ну, об этом я еще скажу чуть поздно. Дальше, вторая проблема, это проблема то, что вы живете с родителями, с мамой. Которая вас, значит, подавляет, которая не дает вам ничем заниматься адекватно, да. Которая считает, что вы должны, там, постоянно ухаживать за ребенком, за своим и так далее. Мама, это вообще отдельная тема для разговоров. Как получается? Потому что вы, с одной стороны, от мамы зависите очень сильно в материальном плане. Да, потому что мама помогает, и так далее, и так далее. Вот вы пишите, что, значит, моя мама мне очень помогает с ребенком. Вот. Но, ребенку-то 9 лет уже. 9 лет это срок довольно большой. Именно для мальчиков. И, соответственно, воспитание его в чисто женском коллективе, я знаю, ему идет не на пользу. Я вот не знаю, сколько времени вы уже разбудены, да. Потому что, ну, это, в общем-то, тоже было бы такой лазной информацией. Вот. Но, тем не менее. Значит, сын своему, вы, ну, нельзя сказать, что делаете что-то полезное тем, что, ну, как бы, принуждаете его. Ну, понятно, что не принуждаете, но, в общем-то, не отправляются ему выборы другого, кроме как жить с бабочкой. Он занимает слой, он занимает бабушка, и он для вас всех центр вселенной. Для мальчика это не есть хорошо. Вот. И помимо того, что ему не хватает мучкового влияния, да, помимо этого, хочется вас спросить, а не преувеличиваете ли вы, вот, скажем, ту помощь, которую вам оказывает ваша мама с ребенком. Вы уверены, что вы одна с ребенком не ставите, допустим, на съемной квартире? Вот это, пожалуй, такой вариант. Дальше. Значит, следующий момент. Следующий момент касается того, что вы, по вашим словам, вот как, ну, как вот вы говорите нас, значит, вы не можете... Сами вы себя завершать не можете. То есть у вас доход, ну, такой, очень средний доход получается. И здесь тоже момент. Но если вы понимаете, что у вас средний доход, если вы хотите жить одна, то, соответственно, нужно подумать, как увеличить свой бюджет, как увеличить свой доход. Как организовать свою деятельность так, таким образом, чтобы она приносила вам больше денег, больше дохода и так далее. Потому что если вы ребенка объективно не сможете обеспечить всем необходимым, то, понятное дело, что из этого не выйдет ничего хорошего. Да? Вот. Ребенок будет только страдать. Тогда, значит, оптимизировать, пересмотреть, дает профессиональную деятельность. Далее. Значит, то, что ваша мама лезет, контролировать вас и ни вас что не ставит, ни вас, ни вашего папу, это ее личное дело, вашей маме. То есть не нужно вашу маму воспринимать как-то вот, знаете, как серьезную личность. То есть она, скорее всего, подавляет вас, ну, не просто так, вообще. Скорее всего, она подавляет вас определенной целью. Она подавляет вас целью, чтобы вы остались у нее, чтобы вы не ушли, не дай бог, от нее, чтобы вы не бросили ее. И, соответственно, именно это заставляет вашу маму вас подавлять. Она хочет внушить вам, что вы совсем ничем не справитесь, чтобы она могла совершенно спокойно вами управлять. Опять же, это ее выбор, это ее поведение, и вам поведение своей мамы не поменять, не переделать. Поэтому ей что-либо доказывать абсолютно бесполезно. Это не имеет никакого смысла что-либо ей доказывать. Значит, нужно думать о себе. Ну, не думать о себе и о том, как вы будете свою ситуацию решать. Ну, во-первых, первое, что нужно сделать, это проанализировать, не как кривите ли вы модель, значит, поведения своей мамы с мужчинами. В том, что вы одна, это отвечая на ваш вопрос, в том, что вы одна. Главная ответственность несет не квартира, которая, конечно, даст вам самостоятельность, даст вам свободу, и вполне вероятно, что вы сможете строить свою личную жизнь, если вас нам угнетают. Ну, смотрите, вы выбираете мужчин себе, слабых. То есть, первый ваш мужчина, да, муж, ну, из детства вы написали, по крайней мере, он жил с вами и родителями. То есть, что это значит? Своего жилья у него не было, да? А второй мужчина, он тоже как-то вот не особо чего-то хотел серьезного, как вы говорите. То есть, это тоже выбор ваш, вот. Ну, и, как бы, возникает вопрос такой. А если и первый, и второй мужчина не хотели с вами ничего серьезного, и сами серьезными людьми не были, то есть, не были мужчинами, да, в привычном понимании этого слова. То есть, что это значит? Это значит, что вы либо выбираете таких себе, и доминируете над ними, так же, как ваша мама. Либо вы выбираете других, но подавляете их. Опять же, так же, как ваша мама. И тогда это у вас родительский сценарий, и который нужно поменять. Который нужно, ну, спроектировать, чтобы он по-другому, чтобы вы по-другому сведали. То здесь вам необходимо зафиксировать, что вы ведете себя так же, как ваша мама с мужчинами. И, соответственно, если вы хотите, чтобы у вас было что-то по-другому, чтобы вы наконец-то нашли счастье, то вам необходимо зафиксировать это иначе. Вам необходимо менять свою модель поведения с мужчинами, вот, и для начала было бы неплохо, если бы вы постарались для себя хотя бы подумать и понять, какая вы женщина. То есть, что вы можете дать мужчине, как женщина, какой для вас идеал женского поведения, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой. Вот. И, соответственно, что он вам должен дать, по вашему мнению. И вообще, какие отношения вы хотите с мужчиной? То есть, какие это отношения? Что вы хотите с мужчиной? То есть, наверное, вот эти все моменты определить. Да, вы сможете, с одной стороны, подкорректировать свою профессиональную деятельность, с другой стороны, чтобы понять, какая вы женщина. И более продуктивно строить отношения с мужчинами. И, с другой стороны, это перестать как-то вот бороться, может быть, с вашей мамой, а наоборот, постараться ее понять, постараться ее принять. Да, вот такую. Но она, опять же, не от хорошей жизни стала такой. И необходимо, чтобы вы этот момент разобрали. Может быть, с психологом, может быть, с вами. Почему ваша мама стала именно такой? Ведь она не одна, посмотрите. Да, она не одна. У нее есть мужчина, есть мужчина. Но счастлива ли она? Нет, не счастлива. Почему, почему не счастлива? Вот почему, почему она не счастлива, как вы думаете? Вот с этого, именно с этого. И нужно, как раз таки, вам начинать. Почему ваша мама не счастлива? Если вы будете думать в этом направлении, я уверен, многие вещи вам откроются. Многие вещи будут вам понятны. И вы сможете более четко, более ясно увидеть свой путь, который вам нужно будет пройти самой. То есть сейчас вы конфликтуете. С одной стороны, вы говорите, что я хочу жить без мамы, а я хочу жить одна. Но с другой стороны, вы говорите, что мама может отказать мне в помощи. Вот. Но вы же понимаете, что либо-либо. Либо вам помогают в помощи, либо вам помогают вообще, либо вы живете сами и как-то самостоятельно пытаетесь добиться чего-то в жизни. Вот. То есть в теории, ваша мама, она делает, ну, довольно такую вещь, не только правильно, но логическую для нее. Потому что она считает очень просто, что если вы живете на ее квартире, на ее же площади, то она имеет право диктовать вам свои условия. Вот. С другой стороны, что меня удивило немного, это то, что родители негативно восприняли, значит, ну, то, что вы нашли квартиру съемную. Это, опять же, как сказать, удивило, удивило, да? Знаете, вы можете, вы можете делать все, что угодно. Это ваше право. И то, что вы подняли эту тему по поводу того, что вот мои родители негативно восприняли то, что я купил и купил. То есть не купила, а нашла. Это говорит о том, что вы им себя противопоставляете. Вот. А на самом деле противопоставлять себя им не нужно. Потому что это родители. И какими-то они были, они все равно ваши. И заботятся они о вас так, как умеют, так, как могут. Заботятся так, как могут, так и заботятся. Хорошо или плохо это уже не вас. И противопоставлять им себя не нужно. А вот если вы не уверены в себе, если вы же в глубине души полагаете, например, что ваша мама права, и вы действительно, эээ, ну, без такого, как вы говорите, эээ, там, ни на что негодное, и так далее, так далее, так далее, в таком духе, то это уже, скорее, проблема вашего восприятия. И можно, он можно сколько угодно говорить о том, что в этом виновата ваша мама. Вот. Но, что бы мы ни говорили, а проблема-то ваших, и, и жить вам, а не маме. Поэтому, хотя бы ради своего ребенка, который, вот, сейчас, эээ, живет в, эээ, женском коллективе, да, по сути, ну, дедочка, я так понимаю, не существует. Эээ, вот, хотя бы ради него вам стоит поменять свою жизнь срочно, там, эээ, скоро начнется подростковый возраст, уже буквально через пару лет. И если вы не успеете до этого времени как-то, вот, нормализовать или хотя бы ввести мужчину ээээ, в семью, то будут у вас проблемы уже с сыном потом. Так или иначе. Так или иначе, какие-то проблемы будут. Так что, подумайте об этом. Пожалуйста. Подумайте обо всем, что я сказал вам. если, эээ, захотите обсудить более подробно, эээ, например, проблему ваших отношений с мамой или проблему своего, эээ, женского, ээ, поведения, да, или, эээ, эээ, значит, допустим, эээ, проблему развода, эээ, проблему профессиональной принадленности, эээ, ну, профессиональной идентификации, эээ, вот, как, как бы вы могли повысить уровень своего благосостояния, благосостояния своими силами, эээ, вот. Это, обо всем этом можете поговорить, ээ, с любым экспертом, который вам бы понравился. Вот. Обращаю ваше внимание, обращаю ваше внимание на то, что вы, эээ, говорите о том, эээ, что очень много всего писать, но описывайте кратко. Знаете, если много писать, если есть много нюансов, вам лучше было бы выбрать эксперта и поработать с ним конкретно. Вот. Если вы пишите кратко, вы отпускаете информацию, которая и так немного для анализа, чтобы мы могли вам помочь. Поэтому, в ответе, я полагаю, могут быть какие-то недочности именно для того, что вы не предоставили всю информацию. То есть, по вашему вопросу по вот этим двум проблемам, именно вы работаете с психологом конкретным одним, а не с, эээ, несколькими, как вы выбрали. Вот. Ну, естественно, это вам решать. Значит, так. Значит, так. Но я не могу купить и жить с ней, я просто уже не могу. То есть, смотрите, вы и так не можете, и так не можете. То есть, либо вы берете ипотеку, например, и платите как будто внос за квартиру, там либо кредит берете в кредит квартиры, ну, как это вот, выбираете, да? Выбираете что-то постоянно. То есть, берете ответственность на себя. За себя. Либо вы принимаете реальность с вашей мамой. Потому что пока есть ощущение, что вы, и там, и там, и так, и так пытаетесь наступить, и никак вас не устраивает. Понимаете? Ну, никак. А, что-то нужно выбрать. И идеального варианта, какого-то, правильного варианта, нет. То есть, какой-то вариант, он, в любом случае, какой-то вариант, будет чем-то плохо для вас, и чем-то хорош для вас, нужно сделать выбор. И, как бы, для того, чтобы сделать выбор правильный, нужно определить ваши ценности. То есть, чем я, ну, или, иными словами, вы, руководствуетесь при принятии такого решения. То для вас важнее. Например, благосостояние ребенка, его обеспечена стабильность, но более, так сказать, не проработанный его внутренний духовный мир. Либо, наоборот, проработанный духовный мир, более спокойное проживание, именно на духовном уровне, но при этом материально нестабильным. То есть, здесь нет правильного ответа. Здесь каждый за себя выбирает все. И вам нужно выбрать. А когда вы выберете в том, как достичь того, что вы выбрали, можно вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Нескуда остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!